здравствуйте друзья меня зовут николай стрельников и у нас сегодняшняя тема это сиропы эта тема очень интересна для меня и я к ней на самом деле готовился морально мысли разговора были уже на протяжении последних двух лет сиропы в общепитии в частности в кофейной индустрии это очень важная составляющая очень многие заведения работают с сиропами их добавляют в коктейли либо предлагают гостям добавить в кофе в кофейные напитки а уж барная индустрия так она вообще очень во многом стоит из миксологии где сиропы используются уже очень давно истории сиропов уже больше 150 лет и первый миксолог бармен америки он начал как раз таки создавать какие-то эссенции создавать сиропы варить их самостоятельно они были короткого срока хранения тогда еще никаких консервантов не было и он их использовал своем баре потом потихоньку начал продавать ну а сейчас уже индустрия сиропов она по всему миру распространена и есть огромное количество крупных компаний заполонили весь рынок и с ними мне на самом деле было не очень интересно работать ассортимент большой продукт он мое личное отношение к сиропам нейтральное то есть я не пью кофе с сиропами давно уже это перестал делать когда я только начинал работать в кофе конечно американо с миндальным или там фундучным сиропом или капучино с корицей сиропом это было замечательно интересно но чем больше я развивался в кофе тем больше я ценил непосредственно вкус самого чистого кофе и сейчас лично я предпочитаю фильтр кофе черный без молока без каких-либо там дополнительных вкусовых добавок при этом при всем я понимаю что сиропы это важная составляющая в заведении я спокойно и даже поддерживаю когда ребята используют сиропы здесь для меня всегда было важное отличие подходов когда в кофейне можно добавить при желании сироп и борис ты спокойно вот на выбор дает вам сироп добавляйте там денег платим не платим за это тоже там политика заведения и сам по себе напиток он вкусный его можно пить в чистом виде капучино к примеру но если гость хочет там кокосовый шоколадный миндальный сироп пожалуйста это ваше право другое дело когда кофе готовят настолько плохо что без добавления какой-то сладкой части его пить невозможно то есть хочется добавить либо две ложки сахара либо загасить эту неприятную горечь водянистость пустой вкус каким-то еще дополнительным вкусом и тут уже гость вынужден как-то спасать этот вкус добавляя какую-то там часть вот это второй вариант он не совершенно не близок я против этого я всегда агитирую заведение делайте кофе так чтобы его можно было пить в чистом виде но если уже гость хочет сироп добавить это его право при этом часть кофейной индустрии они ушли в полное отрицание сиропов где целом даже гостям и сахары могут не дать и сиропов нет в наличии это уже на мой взгляд крайности у гостя должен быть выбор если гость привык или ему нравится вот это сочетание кофейного вкуса с какой-то добавкой ну это его право это бизнес его нужно развивать помимо этого сейчас существует огромное количество заведений где ребята сами готовят сиропы они это делают достаточно неплохо но здесь нужно очень важную вещь как бы помнить во-первых это технологический процесс он должен быть повторяться из раза в раз и концентрация сахара и концентрация ингредиентах добавок плюс здесь небольшой ассортимент будет классические варианты это корица это сахарный сироп это ваниль там бывает миндаль еще делают мятный делают лавандовый сироп делают второе это повторяемость этих рецептов то есть очень важно повторять те рецепты из раза в раз и третье это условие хранения. То есть нужно соблюдать, во-первых, условия хранения, во-вторых, сроки хранения. То есть эти все вещи ложатся на плечи самих сотрудников и не всегда они соблюдаются. Поэтому производство и использование фабричных сиропов я всегда, в принципе, поддерживал. Это было нормально. При этом, при всем, долгое время я никак не мог найти подходящую компанию, которую я бы хотел показать и рассказать о ней на нашем канале. Потому что все компании, которые давали нам ассортимент свой на дегустацию либо с теми, с кем я в прошлом работал, либо наши коллеги работают, они меня не впечатляли. В целом они все были примерно одинаковые. Какие-то более агрессивный вкус, какие-то помягче, какие-то более концентрированные, какие-то более кислотные, какие-то больше на бар ориентированные. И при этом, при всем, это было примерно один и тот же уровень. Сегодня я хочу вам рассказать о достаточно молодой компании, это Гербариста. Они находятся в Москве. Они вышли из барменской индустрии, то есть это миксологи, бармены в прошлом, которые как раз-таки начали свой путь производства сиропов как раз в баре. То есть они начали готовить, используя различные ингредиенты, и варили эти сиропы у себя в баре и использовали их в работе. Со временем они начали развиваться и уже построили свою собственную небольшую фабрику, на которой готовят сиропы, как они их называют, эликсиры. У них небольшая линейка, здесь не все представлены, их порядка 47 вкусов. Они постепенно расширяют этот ассортимент. Этот процесс, как я понимаю, идет не быстро. Навод каждого отдельного вкуса уходит от полугода до года для того, чтобы оттестировать, проверить все там госты и так далее, для того, чтобы ввести новый вкус. В первую очередь меня впечатлила натуральность вкуса, которая передается в каждой бутылке, каждого вкуса. То есть для того, чтобы изготовить каждый отдельный сироп, ребята используют либо выжимку, либо они делают эссенцию, либо они используют пюре или пасту натуральных продуктов. Фисташковый сироп, к примеру, то здесь используется натуральная паста фисташки, они ее обжаривают, перетирают ее и дальше уже настаивают на ней. После этого фильтрация идет, но тем не менее, часть гранул она остается, их видно даже в бутылке, видно неоднородность самого сиропа. Это чувствуется и во вкусе, и в ароматике. Ароматика вообще у всех сиропов очень многогранная, она получается такой 3D моделью. Я такую похожую вещь видел в аромакитах, то есть есть концентраты, по которым мы, как сенсорные баристы, мы развиваем свою сенсорику. Так вот, есть корейские производители, они такие 2D, то есть если это аромат клубники, то это прям такой сильный просто аромат клубники, как мы чувствуем в ароматизаторах, как мы чувствуем там в освежителях воздуха, то есть он бьет и тут как бы все понятно. А есть французские аромакит производители, у которых ароматика она очень многогранная, то есть когда я один раз я чувствую семечку клубники, во второй раз я чувствую мякоть, третий раз я сок чувствую и все это вот перекликается, переминается. То же самое происходит и здесь с сиропами, Каждый отдельный сироп, уже начиная с ароматики, он воспринимается очень глубоко и полно, откуда появляется многогранность вкуса. Если мы говорим про сиропы, то в составе любого сиропа на первом месте будет идти сахар, на втором месте вода и дальше уже идут ароматические добавки. Так вот, эти ароматические добавки, они производятся двумя способами. Первый способ с помощью растворителей, когда берется какой-то продукт, перемалывается, растворяется в конкретном растворителе. После этого мы получаем очень концентрированный, резкий, достаточно плоский вкус и аромат у этого продукта. Второй способ, который используется гербориста, так называемый СО2-экстракт. Продукт под давлением СО2 распадается до молекулы, дальше СО2 полностью без остатков выветривается, и мы получаем уже готовый продукт. При этом сохраняются все ее уникальные вкусоароматические свойства. Это достаточно уникальный способ, его мало кто использует сейчас, за этим, я думаю, будущее. У ребят есть все необходимые ГОСТы, они работают исключительно по ГОСТам, то есть концентрации сахара и воды, у них все полностью регламентировано. При этом, при всем, эти сиропы, они достаточно концентрированные, то есть для того, чтобы использовать их, требуется полтора-два раза меньше самого сиропа, как, к примеру, у других конкурентов. Помимо этого, они не забивают основной вкус, то есть они не становятся первой основной ключевой такой вкусароматической линии в напитка. Если мы готовим капучин и добавляем какой-то из сиропов, то мы чувствуем хорошо кофе, мы чувствуем молоко, и сироп, он только добавляет дополнительный вкус, но не затеняет основную гамму напитка. Меня удивило, насколько фанатичные ребята относятся к поиску ингредиентов. Многие ингредиенты они привозят из-за границы, надеюсь, что сейчас у них поставками проблем не будет. В частности, там кокос везут из Колумбии. Самый чистейший кокос из Колумбии. Здесь они его перетирают в пасту и добавляют в сироп. Это видно прям в самой бутылке, такая прям мякоть здесь. Я не очень люблю кокос, сам по себе вкус, но оценить его натуральность мне все-таки получается. Сироповый гербориста не затеняет чашку, они сохраняют вкус и ароматику самого продукта за счет того, что они используют натуральные ингредиенты и помимо этого делают эссенцию на основе СО2. Если мы говорим про кофейню, то, конечно, я рекомендую вам все сиропы, которые хорошо сочетаются с кофе. Это, конечно, шоколад, ваниль бурбонская, кокос, фисташковый сироп, double burn карамель, карамель, конечно. Дает не просто сладость от сахара, она дает немного карамельные ноты, она дает потемнее вкус. Миндаль. Все, что от шоколадное, ореховое, ванильное, это все очень хорошо сочетается с кофе. Помимо этого, сиропы гербориста, они не сворачивают молоко. То есть технология производства сиропов, даже гренадин, даже лимонные, лаймовые, апельсиновые сиропы, они не сворачивают молоко, что очень удобно. Можно делать цитрусовый раф, используя сиропы и не бояться, что у вас где-то что-то свернется. Мне очень нравится красный апельсин, лаванда, черри леди. Черри леди, ну вообще это черри леди, я не знаю, то есть насколько, как будто бы компот. Смотрите вашу коктейльную карту. Здесь я выставил, наверное, те сиропы, которые мне лично было бы очень интересно и с ними работать. Сейчас я попробую сравню сиропы гербориста с другими сиропами, при этом тот же самый вкус. И после этого приготовлю напитки на основе сиропов. Вместе с сиропами посмотрим, как они в напитке будут раскрываться. Обычный сироп, вот его обычная консистенция, то есть он сиропистый, он густой достаточно, но он прозрачный, он мутноватый, белый, но при этом мякоти ничего тут нет. Вкус кокоса есть, надаленный, на самом деле здесь какая-то даже идет кислотность, то есть лимонная кислота, по всей видимости, здесь есть еще. Кокос из Колумбии, то есть здесь он такой прямо, желеобразный немножечко даже. Здесь есть мякоть. Ммм, как баунти. Прям очень много, он очень сладкий. Так, шоколадик еще попробуем. Чувствуется шоколадка. Passion fruit. Капучино я приготовлю на кокосовом сиропе, сравним, посмотрим, насколько они будут отличаться по вкусу между собой. В одну чашку я добавлю 10 грамм сиропа обычного, и во вторую гербориста 5 грамм. Итак, первый капучино, это с обычным сиропом. Я вообще практически не чувствую кокос. Есть сладость, я бы все-таки не в два раза меньше добавлял бы, а там, к примеру, 10 грамм и 7 грамм. Но здесь я чувствую лучше кофе, и потом на послевкусие у меня возникает ощущение кокоса, причем оно более интенсивное. Здесь идет сладость, в первую очередь. Кокос, намек какой-то он есть, но не сильный и неотчетливый, не выраженный. А здесь такое ощущение, как будто бы, когда на кокосовом молоке делаешь капучино, вот очень схожее ощущение. Но только здесь сливочный все-таки от молока присутствует. Сейчас я хочу проверить, насколько эти сиропы, особенно такие кислотные, как, к примеру, тундра беррис, где есть морошка, клюква и так далее, пюре. Насколько они сочетаются с молоком, и молокос будет сворачиваться или нет. Первое это будет у нас морошка. 7 грамм возьму. Блэк Каррент. О, интересно. Блэк Каррент. Ну, такое, конечно, интересное сочетание, я бы, наверное, здесь сейчас 7 грамм, очень хорошо чувствуется сладость. Здесь на чашку 210 миллилитров, это, по мне, многовато даже. Молоко не свернулось, очень хорошо чувствуется. Вот здесь прям такое варенье во вкусе, варенье красных ягод. Как в Икеа, которой теперь нет, брусничное варенье, когда клали к фрикаделькам, вот это прям вот оно. Молоко не свернулось, все хорошо, то есть вкус очень хорошо чувствуется. Сладости много, 7-8 грамм на стакан 250 миллилитров будет более, чем достаточно, для того, чтобы хорошо чувствовалась и сладость, и сам вкус. Друзья, я очень рад тому, что нашлись такие ребята, партнеры. Я искренне всем рекомендую попробовать. У нас в описании к ролику будет ссылка, можете по ссылке пройти, с ними познакомиться, связаться. Берите, пробуйте, сравнивайте. Подписывайтесь на наш канал везде, во всех платформах. Мы будем продолжать делиться с вами информацией, лучшим то, что знаем о кофе. Всем хорошего дня, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин